Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как понять, что тебя дурят? Мне 25 лет, сейчас в моей жизни такой период, когда я сижу на сзади знакомых, встречаюсь с парнями, у меня нет желания исключительно построить отношения. Мне хочется интересно провести время с человеком, в том числе в интимном плане, и при обоюдном желании продолжить общение. Я познакомилась с парнем-раведником, мы очень легко нашли общий язык, классно провели время, было очень приятно, что он ухаживал, пригласил в ресторан, поддерживал общение, переписки, пообещал, что мы сейчас столько мест посетим, столько фильмов, вместе, вместе посмотрим. На третьей встрече мы переспали, мне все понравилось, он сказал, что ему тоже. На следующий день обменялись сообщениями, и после он пропал. Я написал ему, он ответил, через сутки, и не стал развивать диалог, больше я ему не писала. Прошел месяц, тишина. Чувствую внутри когнитивный диссонанс, но хотел человек, который спят, но что-то ему не понравилось, зачем что-то обещать, зачем так эмоционально сближаться. Спросить напрямую у него я не могу, кстати, а почему? Но мысли о том, что я что-то сделал не так, и вообще о том, что меня, как меня могли сначала так очаровать, а потом кинуть, не дают покоя. Подскажите, правильно ли я делаю, что не пишу ему. Ну, не хотите писать, и писать не надо. Второй вопрос, как понять, когда человек искренен, а когда надо снимать лапшу и не очаровываться людьми? Ну, на мой взгляд, мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, вам довольно-таки полно и лаконично уже ответил на этот вопрос. Я думаю, что в этом смысле, наверное, смотреть уже не нужно. Я бы, со своей стороны, хотел бы вам просто немножечко другую сторону, немножечко другую грань, может быть, показать, и, возможно, в этом вы найдете для себя также что-то полезное. Вы спрашиваете, значит, как понять, что у тебя дурят? Вот, что такое обман, да? Обман возникает, ну, на мой взгляд, да, на мой взгляд. Обман возникает тогда, когда человек как-то вот ориентируется больше на другого человека. То есть вы говорите, зачем так эмоционально сближаться со мной? То есть вы здесь, центром своего внимания, делаете именно другого человека. И, конечно же, в этом случае вам, ну, светит только такая вот позиция, при которой вы чувствуете свою зависимость, да? Я чувствую, что вот, что на вас поведение, грубо говоря, грубо говоря, поведение человека влияет как-то, вот. И, ну, пожалуй, что это нормально, это, пожалуй, что абсолютно нормально, если мы говорим о последствиях, вот. Но, может быть, может быть, и по-другому, конечно. То есть, может быть, и так, что вы не будете обращать внимание такого, ну, критического, скажем так, внимания, да? На то, как ведет себя человек. А будете больше обращать внимание на то, как вы себя, себя, ну, чувствуете, вот. Как вы себя ощущаете, будете на это смотреть. И вот, как мне думается, и как мне кажется, что, условно говоря, надурить вас довольно сложно было бы, если, если бы вы обращали свое внимание больше, в большей степени, на себя, на то, что вы хотите или не хотите для того или иного человека. Это, в принципе, ну, не сложно, это, в принципе, не сложно сделать при определенной работе над собой. Вопрос-вопрос заключается только в том, хотите ли вы этого, интересно ли вам это, готовы ли вы этим заниматься, ну, в той или иной степенью. Но, в любом случае, на мой взгляд, обман кем-то. Это всегда история про, ну, в какой-то степени недоверие себе, недоверие своим собственным чувствам по отношению к другому. И, в некоторой так же степени, пожалуй, готовность себя обесценивать. Вот. Мне 25 лет, сейчас в жизни такой период, когда я сижу на сайте знакомств и встречаюсь с парнями. Хорошо. Хорошо. А, скажите, скажите, ну, скажите, пожалуйста, что это, что это за период такой? То есть, чем этот период обусловлен? Что вы, по сути, значит, выбираете такое общение с мужчинами, где есть исключительно предметное и, по сути, товарное взаимодействие. То есть, на мой взгляд, общение не через сайт знакомств, а через общие интересы, через общие, если угодно, впечатления, да? Вот. Куда более интересно и куда более, ну, качественно влияет на формат взаимодействия между людьми. Вот. Поэтому, что у вас за такой период? Лично мне, лично мне, я, конечно, могу ошибаться, но лично мне показалось, что этот период, он связан с неким таким, как будто бы бегством вашим от чего-то, как будто бы в том, что вы пошли на свое знакомство, это про какую-то, ну, болезненность, про какую-то вашу, может быть, боль, вот. Про какой-то ваш опыт, возможно, такой, ну, негативный опыт, вот. И если это так, если это так, то, наверное, имеет смысл, да, с этим поработать. Чтобы, если есть, вот, что-то, ну, если есть что-то такое, вот, негативное, да, то, чтобы на вас оно, такого влияния, скажем так, не оказывало, не оказывало, так, как оказывает, допустим, сейчас, вот. Мне показалось, что именно в такой какой-то вот парадигме на сегодняшний день вы находитесь. Хотя, повторюсь, что я могу ошибаться. Дальше. У меня нет желания исключительно построить отношения, ну, это, это хорошо. Мне хочется интересно провести время с человеком, в том числе в интимном плане, при обоюдном желании продолжить общение. Ну, звучит прекрасно. Только вот как раз мужчина, да, как раз таки, скажем так, проявил нежелание с вами общаться. Да, это нежелание с вами общаться, оно было не явным. Но, в принципе, люди достаточно редко высказывают свое желание или нежелание взаимодействовать. Причем желание люди высказывают, пожалуй, даже чаще, чем нежелание. Потому что нежелание является более социально, скажем так, ну, более социально порицаемым. И очень часто связано, пожалуй, с такими эмоциями человека, как стыд. Вот, особенно если ничего этому не предшествовало, если человек не имеет условно какого-то морального, например, права для того, чтобы высказывать недовольство чем-либо. Я познакомилась с парным ровесником, мы очень легко нашли общий язык, классно провели время, было очень приятно, что он ухаживал, пригласил в ресторан, поддерживал общение с перепиской, пообещал, что мы еще столько мест посетим и столько фильмов вместе посмотрим. Ну вот, у вас в этом месте начали, судя по всему, рождаться ожидания. Вот, судя по всему. Судя по всему, в этом месте вы начали чувствовать, что чего-то ждете. В этом месте, судя по всему, вы начали ожидать, что у вас, ну, что вы вот, что что-то будет. Вот, вот. И, в общем и целом, необходимо увидеть, вот, ну, на мой взгляд. Необходимо увидеть, из чего, из чего у вас произрастают ваши ожидания. Вот. То есть, ну, с чем они связаны? Ваши ожидания. То есть, если, ну, есть ли за ними, за вашими ожиданиями, да, какие-то желания. Вот. Ну, другие. Ну, другие. Не связаны. Прямо с теми, которые вы описываете. То есть, может быть, вот, вы говорите, да, что хотели бы, там, просто провести время, да, там, ну, продолжить, там, продолжить, там, какое-то обоюдное, да, общение и прочее. Но, может быть, вам хочется чего-то другого. Может быть, вам нужно что-то другое. Но только вы себе в этом не признаетесь. Вот. И, коль и так, то лучше попробовать себе в этом признаться. Я в этом признаться. Постараться, постараться заметить, чего вам хочется. Вот. Чтобы, по крайней мере, не, ну, быть подготовлены, чтобы быть подготовлены, по крайней мере, к возможным таким вот ситуациям. Вот. Кстати говоря, более чем возможна история подготовленности, более чем возможна и более чем реальна история подготовленности. Если вы принимаете себя полностью, если вы полностью себя принимаете такой, какая вы есть. Вот. И, напротив, если вы себя не принимаете, если вы что-то в себе отвергаете, то, конечно же, куда сложнее в этом случае и работать с ожиданиями своими. Ну, просто потому что желания разрушают образ, который у вас есть. Вот. И, значит, когда что-то такое появляется, да, то есть, ну, когда вот у вас появляются какие-то желания, вы их замечаете, вот появляется, может появляться чувство стыда. Такой, так называемый такой токсический стыд. А, дальше, значит, так, он обещал, мы на третьей встрече переспали, мне все понравилось, он сказал, мы тоже. Но, опять же это, да, в данном случае, да, это просто, это, ну, могут быть слова, да, за которыми, ну, в принципе, не обязательно вот чтобы что-то стояло, да. То есть тут вот этот момент, да, нужно понимать, как мне кажется, что если человек вам говорит о том, что ему что-то понравилось, да, это совершенно не означает. От того, что ему понравилось, ну, на самом деле, вот, поэтому тут я, ну, в этом случае я могу только сказать, что вы опять же как будто бы центрируетесь, ну, центрируетесь, центрируетесь те, свое внимание, свое внимание больше на нем, вот, нежели чем на себе, вот. То есть в какой-то момент, условно, вот его обещание, то, что он вам, ну, то, что он вам обещал, то, что он вам обещает, становится для вас, как бы, более важным. Чем то, что чувствуете вы сами. И чем то, что, ну, хочется, грубо говоря, вам, вот. Вот если это так, то это и нужно корректировать. Это и является определенной проблемой в данном случае. Вот. Дальше. Так, обменяли сообщением и после он пропал. Ну, опять же, это нормально, вот. Я написал ему, он ответил через сутки, больше я ему не писал, прошел месяц тишина. Чувствую когнитивный диссонанс. А в чем, в чем именно когнитивный диссонанс у вас? Вот, ну, в чем он, ну, конкретно? Что с чем, вот, противоречит? Что человек обещал, это противоречит. А, действительно, действительно, человек может обещать. Да. Это правда. Но, вполне возможно, что, ведь человеку может казаться, что если он не обещает, вот, то он плохой. То есть, то есть, такая, такая вот, душевность какая-то, да, может быть. Искренность. Это то, как человек увидится верным и правильным. Поведение. Это такое поведение, которое человек увидится верным и правильным. Вот. И за ним ничего не стоит. То есть, просто, вот, вежливо. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому тут есть, вот, свои нюансы, вот, которые, ну, в частности, вот, заключаются в том, что, вот, ну, чрезмерно вы обращаете свое внимание на другого человека и на его, скажем так, ну, поведение, на его поведение. Вот. Зачем что-то обещать? Зачем так эмоционально сближаться? Я думаю, что, ну, подобное поведение вас как-то задевает. Вот. И что я думаю. И, на мой взгляд, здесь нужно увидеть, а чем, чем вас задевает, такое поведение? Человек. Вот. То есть, именно конкретно, чем, вот, увидеть это. Спросить напрямую не могу. Ну, тут я уже вам задавал вопрос, почему мысли о том, что я сделал что-то не так, и вообще не могли так очаровать, а потом кинуть, не дают покоя. Откуда эта история, что вас кинули? Обещания? Ну, вот. В контексте обещания отсюда мысли, что вас кинули. Вы пишете, что вы могли сделать что-то не так. Так, это, на мой взгляд, история, к сожалению, про, ну, заниженный смартинг ваш. Вот. Вы извините. Пожалуйста, если вам как-то неприятно. Ну, вот. То, что я говорю, ну, вот эта готовность к тому, чтобы допустить, что я что-то сделал не так, это про самооценку, и про самооценку низкую. Заниженную, по крайней мере. Вот. Подскажите, правильно ли я делаю, что не пишу ему. Ну, смотрите, опять же, вы демонстрируете неуверенность в себе, то есть какой-то конфликт. На мой взгляд, как это получается, что вы хотите ему написать? Из какого чувства? Из какого желания вы хотите ему написать? Вот. Постарайтесь, постарайтесь это увидеть. Это, это важно. Это важно. Вот. Как понять, когда человек искренен и когда надо снимать лапшу и не очаровываться людьми? Очарование возможно за счет чего-то. Поэтому в первую очередь нужно увидеть, за счет чего вы очаровываетесь. конкретно. Вот. 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 Это первое, на что нужно обратить вам внимание. Вот. За счет чего вы очаровываетесь конкретно. Потому что очарование не происходит на ровном месте. Вот. Очарование возникает в результате определенной вашей активности. Вопрос только в том, какой. Что это за активность. Понимаете, да? Вот. Соответственно, в этом ключе я и рекомендую вам подумать. Вот. Рекомендую вам, ну, поисследовать себя и свои ощущения. Если вдруг вы затрудняетесь с этим, то психолог вполне может вам помочь. В этом плане. В этом смысле. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии. Вот. Всего вам самого доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...